Микс Ньюс Это наш город. Город для нас. Город для людей. Как улучшить жизнь в нашем районе? Можно ли победить пробки? А зачем нам велодорожки? Когда на нашей улице будет праздник? Что делать? Что делать? Ответы на эти и другие вопросы ищут городоведы Михаил Губин и Армен Халатян. Город для людей. По понедельникам после 15 часов. Добрый день. Как всегда в это время в эфире радиоблоком программа «Город для людей». Программа о том, как сделать лучше жизнь в нашем городе своими силами. В студии Михаил Губин и Армен Халатян, социолог и руководитель городского портала «Митинг.ЛВ». Добрый день. И сегодня мы хотим как раз поговорить о том, как неравнодушные горожане могут своими силами изменить жизнь к лучшему городскую и создать общество, объединиться в какую-то общественную организацию. Потому что у нас сегодня в гостях представитель, наверное, самой известной общественной организации города Рига, организации как определенного жителя определенного района. Это Илона Ехимович, известная вам, которая возглавляет общественную организацию жителей Рижского микрорайона «Вэцеки». Я правильно говорю? Добрый день. Ну, начнем с того, что, может быть, для многих наших слушателей вообще сегодня стало открытием, что «Вэцеки» – это Рига. Да, «Вэцеки» – нет, не открытием. У нас совершенно недавно был господин Христолюбов, который рассказывал, что входит в его вот северную исполнительную дирекцию, и он, в частности, очень нахваливал «Вэцеки», даже противоставлял ее Юрмале в пользу «Вэцеки». Так что, если кто наслушает, то не знает. Но мы в любом случае не за противопоставление, а за объединение, обмен опытом. Хочу напомнить, у нас телефон напрямого эфира 67-212-939 и 67-213-939, а также на сайте Mixnews.lv к вашим услугам видеочат. Итак, уточню. Наша организация называется «Вэцеку Бедрево», то есть товарищество или организация «Вэцеки». Просто, понятно и объединяет она, в общем, в основном наших соседей. Это такое, ну, наверное, вот во главе угла – это дружба, это взаимопомощь, простая человеческая, соседская. То, с чего, наверное, начинается любое общество за пределами семейной ячейки. Да, ну, как бы здесь приходилось считать о том, что вы сделали, создали это общество, как раз вот оглянулись кругом, посмотрели, вот, что кругом, вот, вы живете в такой, как бы, деревне, вроде вам хорошо, но, как бы, решили популяризировать этот курорт и, как бы, и улучшить общественную среду. Да, вот это такой основной вопрос. Что подтолкнуло выйти за рамки просто таких соседских посиделок и делать общество? Общество – это как-то серьезное, точно, обязывает. Да, вот такой серьезный шаг к тому, чтобы поставить печать, запомнить условно дату и заполнить некоторые юридические документы. Вот все это нам нужно было для того, чтобы выпустить книгу, по крайней мере, претендовать на участие в конкурсах разных и думских, и департамента культуры. И что, собственно, мы и сделали, можно сказать, официально все это для того и началось. Для того, чтобы некая, пусть моя личная, наша с мужем коллекция старинных открыток и всяческих, не только открыток, всяческих документов и старинных путеводителей, каких-то свидетельств, старинных билетиков на электричку и старых фотографий из каких-то семейных архивов соседей, чтобы все это можно было опубликовать в книге. Книгу написать, написали на двух языках, мы с нашим, с моим соавтором, с Евгением Эйстейном. Да, красивая такая, да. Да, ну, конечно, вот так просто, книгу не издашь, это отдельная история. И мы поняли, что мы должны, ну, как-то зафиксировать некую общественную организацию. То есть общественную организацию, издать книгу легче, чем частному лицу, получается? Ну, вы знаете, если ты чувствуешь, что, в общем-то, дело такое не совсем личное, а несколько семей готовы объединиться, готовы и финансово скинуться, но книгу издать очень дорого, и нужна была еще поддержка. И, конечно, мне кажется, общественной организации вообще легче чего-то добиться. То есть это вообще связано с тем, что вы привлекали фонды, которые финансировали именно издания. То есть вы должны были доказать, что это вот не просто ваша личная инициатива, а имеет какое-то общественно полезное значение. Поэтому легче делать это общественной организацией. Правильно я понимаю? Вообще все легче вместе делать. Ну, а уж общественной организацией это называется или большой семьей, или каким-то другим условным словом фонд или что-то еще. Это каждый выбирает техническую сторону сам. Но, чтобы вы понимали, это не мой каприз, как человека, который решил, а вот не издать ли мне книжку, я вот такая журналистка, и вообще я здесь живу, я все знаю. Нет. Я почувствовала, что интересно к тому, чтобы изучать свой родной, ну, даже, скажем, не район, но свое место, где жили, может быть, твои предки, где будут жить твои дети и внуки. Это очень важно. И, как оказалось, когда ты собираешь вот эти какие-то фактологические свидетельства, как это все ускользает, как это все исчезает, как это все рвется. Забывается, да. И забывается. Человеческая память – это вообще самая ненадежная штука. Но даже какие-то, даже старинные фотографии, они превращаются в тлен. В общем, если их не отсканировать вовремя и не сохранить, к чему я всегда призываю всех, кто увлекается проверением. А еще и подписать, чтобы не забыть, что на них изображено. А еще хорошо бы и подписать, да. И вот если от серьезной общественной деятельности немножко отклониться и так воспользоваться вашим эфиром, то скажу, вот мы писали эту книгу, и, конечно, наверное, все, кто бывали в Эцике, в те далекие советские времена еще до, знают, что был там кинотеатр. И вот представляете, мы не смогли найти ни одной фотографии, ни у кого, либо человека на фоне этого кинотеатра, либо вообще, либо какого-то фрагмента. Но нет и все. А сейчас там новые владельцы, замечательные новые соседи. Ну, понятное дело, что это здание снесут. И не останется никакой памяти, кроме названия «Мастер Маргарита», а перед этим «Вассером». А в каком виде сейчас находится кинотеатр? Ну, сейчас это, есть такое слово, оно обозначает плохое состояние здания, деграданское здание. Ну, там же осталось, там, места, там, к стуле, не вообще ничего. Нет, 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 внутри ничего я была. Интерструктуры такой нет. Внутри сохранились прекрасные, сухие, качественные балки, которые нам пригодятся, и нам сосед обещал, для следующего нашего этапа деятельности, это уже для создания культурного центра музея в Эцике. Угу. Это как раз я хотел спросить, нет ли идей продолжить, потому что книга книгой, а люди приезжают на место, и им интересно посетить музей или посетить какую-то более современную форму. Вот, кстати, вы говорите, люди приезжают, да, но мне кажется, что наша инициатива, как жители вот этого определенного места, которые на минуточку каждый день выходят из этой вот зоны, условно называемой в Эцике, мы понимаем, что мы, может быть, это эгоистично звучит, но в первую очередь мы делаем что-то для себя. Да. Таким образом и приглашая других поклонников этого места, тех, у кого связаны какие-то воспоминания и ассоциации, тех, кто предпочитает приезжать на море именно в Эцике, мы их приглашаем своими же действиями для себя, приглашаем в Эцике лишний раз, таким образом способствуем развитию с туристической точки зрения, может быть, с какой-то даже и экономической. Но в любом случае, вот в любом районе, в Абкайме, как мы называем сейчас это место, должен быть некий условно центр, социальный, культурный, политический, ведь нам, жителям в Эцике, даже негде голосовать. Мы идем на выборы, и каждый раз это какое-то арендованное место, либо вот эта зона КАС в железной дороге, где очень мало места, очень душно и тяжело. Так что нам нужно самим создать вот эту точку отсчета, вокруг которой будет крутиться и создаваться уже и культурная, и социальная, и благотворительная, и какая угодно жизнь. Кстати, чем закончилась история с вашим обращением в лазерную дорогу за разрешение использования пустующих помещений станции в Эцике? Давайте начнем с другого конца. Думаю, что многие помнят, а кто-то и не знает, узнает, это помещение старой пельменной. Изначально строилось это помещение под кафе, и там было это кафе, но потом мы помним это помещение как пельмена, и я сама лично ездила туда за замороженными пельменами, это было очень вкусно, очень хорошо. Написали мне обращение, официальное письмо от общественной, повторюсь, организации, где я попросила, как председатель общества, дать нам в пользование это помещение для того, чтобы вести там нашу социальную, культурную, благотворительную, ну и отчасти даже политическую деятельность, я имею в виду выборы. Но оно относится к дороге железной. Да, это помещение принадлежит железной дороге, конечно, это понятно, но там все обеспечено железной дорогой. Но мы получили ответ через, ну, наверное, больше времени, чем полгода прошло, и наша общественная организация получила в пользование это помещение, в бесплатное пользование в общественных целях. То есть это возможно. Радости не было пределов, мне передали ключ, связку такую, я с трудом открыла дверь, а дверей там, кстати, две, не только дверь с перона, а дверь еще и со стороны уютного, красивого исторического сквера. Ну и вот заходим мы туда, с безопасного места, и оказываемся в далеко не безопасном, собственно, помещении, потому что, к сожалению, полы прогнили, деревянная вот эта пристройка. А сколько же лет там не стопало много человека? Ну, я думаю, что 20 лет, в общем, для дерева натурального это, конечно, большой срок, и все, что мы пока сейчас сделали, это мы очистили стены, историческое вот это вот дерево, деревянную застройку от еще перестроечных утеплителей, от стекловатой, которая прямо стекла вниз, и там вот образовывался конденсат, и там внизу вообще все сгнившее. Ну, мы хотя бы вскрыли и сделали экспертизу, и поняли, насколько, ну, в общем, долго нам плакать, да, и что нам по финансам нужно. Сейчас сам процесс, ну, скажем так, нелегкий. Сейчас моя задача написать еще несколько умных, проникновенных писем для того, чтобы нашелся меценат, какая-то организация или фонд, который бы вот просто выделила нам грант на то, чтобы сделать проект, строительный проект, разрешение на строительную работу. Дальше мы будем действовать сами, потому что у многих соседей есть инициатива и готовность уже строительные какие-то моменты оплачивать строителям вот за свой счет. Но сейчас без разрешения строительства мы не можем ничего делать. Ну, то есть культурно-политический центр будет именно там? Именно в станции. Самое удобное место. Да, безусловно. А вот вы занимаетесь... Интересная такая формальная сторона вопроса. Вот вы говорите, мы, организация, сколько примерно это человек? А вы знаете, конечно, в официальную общественную организацию, чтобы вступить, нужно написать заявление, подписаться, написать свой персональный код. Нет, мы вот всех помним по лицам и по именам, но ведь суть-то вообще этого движения общественного, волонтерское, написал ты это заявление или не написал, от этого не меняется искреннее твое желание помочь. Поэтому несколько семей, семь семей и все их члены написали вот эти заявления на первом этапе, но после этого, прошло уже почти пять лет, к нам присоединилось очень много народу, которые не требуют заполнения бланков, которому не нужно этих формальностей, но которые всем сердцем и всеми своими действиями помогают в нашей работе. Новые соседи в том числе. Это радует. А у вас не было мысли привлекать людей со стороны? Вот есть очень много людей, у которых руки, как говорится, соскучились почему-то хорошему, и сейчас у нас одна такая общая возможность, всем известно, это субботник, который проводится, вот всех призывают, и все, кто хочет, едут, убирают территорию. То есть не ограничиваются только жителями Ветцаки? Да, не ограничиваются только жителями Ветцаки. Например, вот где-то на просторах интернета я обнаружил такую группу, называется она Tom Sawyer Fest в Казани, и там они делают, они находят разные заброшенные дома и собираются, их красят и приводят в порядок. Ну, я не очень понимаю, какие там отношения собственности, видимо, они каким-то образом регулируются, но тем не менее это, по сути, такой вот стихийный сбор людей, которые хотят привести в порядок дома в городе своем. И вот вы не думали о том, чтобы призывать людей, что вот есть такое доброе дело, есть такое хорошее, интересное дело, и, может быть, они приедут и научатся, и возьмут с вас пример, будут что-то где-то еще делать? Ах, если бы реставрация деревянных исторических домов была такой легкой затеей. Понимаете, мы сделали уже много чего. Вывезли и аккуратненько вскрыли вот все это, что мешало. Все это делалось в некоторых местах даже с кисточками. Работали два настоящих мастера. Серьезно. Конечно. В любом деле должны быть специалисты. Тут уж я уверена. А участвовать в Талке, в нашей Толойке, мы это делаем всегда, и более того, два раза в год минимум. Мы просто ходим с этими пакетами. По дюнам мы собираем бутылки и железяки. Да, гораздо вот именно как раз членов вашего общества можно узнать по большим пакетам, с которыми они ходят. Да, мы очень часто встречаемся в лесу, потом у нас чаепитие, потом соседки пекут какие-то пироги. И это все наша традиция. Причем в любую, даже самую ужасную погоду мы это делаем. Перед началом сезона и после того, как проходит пляжный сезон. То есть у волонтеров со стороны нет шанса, да? Вы не можете им обеспечить работу. Но есть же вот такая активность. Ездят люди в разные другие страны, им предлагают какую-то деятельность. А у вас еще и плюс такой, вы на берегу моря. Ну так, замолчим в скобках, что море холодное. И можно даже за границу давать объявления. Уйти на международный уровень. Да, уйти на международный уровень. Люди приезжают, что-то делают. Мы по-другому выходим на международный уровень. Вот как раз за границей нашей Родины нас ведут книги, которые мы издаем. И мы чувствуем интерес, особенно связанно с второй нашей книгой, альбомом с Ильей Деменштейном, посвященном Игорю Васильеву, выдающемуся нашему скульптору, который и жил, и работал в ЭЦИКе, и чей домик-мастерская сохранился, и внутри этого дома там целая коллекция. И вот в книге можно увидеть именно те работы, которые скрыты от глаз всех. Их нет в музеях, их нет в частных коллекциях, они там в этом домике. Ну и вообще узнать об этом мастере, очень красивом, интересном человеке. В прошлом году мы отмечали его 75-летие. И вот с презентацией ездили в Санкт-Петербург по приглашению Союза писателей Санкт-Петербурга. И ездили в Ереван, в музей Арама Хачатуряна. Два портрета Хачатуряна Василий в свое время сделал из дерева. Было очень интересно и с музыкой, и с вопросами, и с дискуссией, и с фильмом, который снял Герц Франк. То есть я верю в то, что мы можем рассказать про нашего вецоковчанина далеко за пределами. Это будет и понятно, и интересно. И книга, в принципе, она же где-то продавалась, понимаю, тоже за пределами нашей страны? Была где-то или нет? Вообще книгу можно заказать на сайте. Ведь мы сделали еще сайт и васильев.лв. Он посвящен жизни и творчеству Васильева. И можно писать, мы откликаемся, мы высылаем. Даже из Греции было письмо, и я послала эту большую тяжелую книгу, которая весит полтора килограмма, в Грецию. Но если у вас будет, я надеюсь, что будет культурный центр, там же будет какой-то музей, как я понимаю. Возможно, там тоже будут какие-то труды скульптора Васильева? Вообще, если вас интересует, вот как он будет выглядеть, как мы это видим с соседями, мы отталкиваемся от того, что есть это само помещение. Это деревянная пристройка, которая, кстати говоря, была построена ранее, чем сама станция. Станция с 1934 года действует. А эту постройку деревянную привезли вот по предварительной экспертизе господина Эйхенбаума, нашего руководителя Центра реставрации Кока Рига и вообще знатока деревянной архитектуры и не только. Эта пристройка была сделана в швейцарском стиле где-то в Европе в конце 19 века. И привезена, и сложена. И такими большущими, гигантскими болтами скреплены. Эти болты все сохранились. И что такое швейцарская конструкция? Это вот эти балки, которые создают объем и стенам, и под потолком балочное устройство. Очень красиво. Затем мы обнаружили, что заколочены три окна. Мы хотим восстановить. Ну, хотим абсолютно вернуть исторический вид. И таким образом получается такая деревянная избушка с пятью большими окнами. Правильной такой удлиненной формы. Будет место и для сцены. Ну, а выставлять художников, фотохудожников, в первую очередь, конечно, наших вэциковских талантов, будем там же придумывать стенды, будем размещать и делать экспозицию сменной. Но то, что касается постоянной экспозиции, у нас тоже кое-что есть. Конечно, всего этого не очень много, но и коллекции открыток, которые можно обыграть, и какие-то пляжные старинные винтажные принадлежности, которые тоже ужасно интересно собирать, и солнечные очки, и какие-то старинные купальники. А, предметы курортного быта. Конечно, конечно, это все то, в чем блистали наши бабушки в трикотажных этих купальниках. Это мы тоже, мы обращаемся ко всем радиослушателям, если что-то такое в этом стиле курортном есть, несите, будем оформлять какие-то чемоданчики, какие-то старые сумки. Это все тоже есть, не говоря уже о том, что связано непосредственно с станцией. Мы говорим об общественной деятельности неравнодушных горожан. И вот, как бы, общество Бетсеки, на мой взгляд, это такой успешный пример вот такого объединения граждан за улучшение своей среды и прочего. Вот мы, значит, обещали сказать нашим радиослушателям, куда нести, ковращаться с экспонатами. Куда нести взносы. Куда нести экспонаты в будущем музее нашего места. Куда они могут обратиться? Я, конечно, я очень благодарна тем, кто как-то меня находит и пишет, и присылает даже какие-то фотографии старинные. Вот моя бабушка здесь была воспитательницей в советское время в Яслях или что-то. Вот эти фотографии у нас тоже скопились, это тоже факты. Кто-то приносит, кто-то просит, чтобы я вернула. Я это делаю, сканирую и возвращаю. Ну а что касается самой экспозиции, которая будет посвящена непосредственно курортной эстетике, тут тоже интересно. Можно всякое найти. И зонтик от солнца, и какие-то мелочки, какие-то сандалики детские. Какой-то я даже недавно нашла, откопала в песке у нас в ЭЦИКе упаковку от мороженого советского. Такие были большие такие сосиски, которые разрезали надвое. Причем, как правило, это был пломбир или шоколадный. А я нашла крем-брюле, половиночку. Там право написано, да, что это в советском время было? Ну крем-брюле, я помню, я сама, у нас практика в школе была, я сама продавала эту мороженую в Юрмале. Сколько секретов хранит пески в ЭЦИКе. Так что это очень просто, у нас электронная почта в ЭЦИКУБе, отриба одним словом, это gmail.com. Пишите, и я всегда откликнусь, пересечемся, буду рада. Любой помощи, и финансовой тоже. Я помню, звонки, телефоны, по которым можно позвонить в наш эфир, 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, и также видеочат на сайте mxnews.lv. Да, мы хотели попросить слушателей не только отзываться по поводу сегодняшней нашей гости, но и, может быть, они знают примеры других городских сообществ, других в Риге, может быть, вне Риги, может быть, они слушались. Как они вообще относятся к такой форме самоорганизации жителей, как общественные организации, и что им, может, мешает лично в этом участвовать, или, может, они как раз тоже участвуют? Вот из того, что я знаю, мы недавно подружились с общественной организацией Латгальского предместия поддержки. Они поучаствовали в интеграционном проекте. Ассоциация развития Латгальского предместия. Да, 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 замечательные, активные люди, и вот хорошая идея ознакомиться с разными районами своего города, приезжать, обмениваться опытом. Они приехали к нам в гости в ЭЦИКе. Я им показала будущий музей, показала, ну, например, скульптуру, которая теперь стоит у нас на берегу моря, наплоднулась при выходе к морю, скульптуру Игоря Васильева. То, что мы сделали тоже своими силами, скинулись с соседями, сделали отливку, поставили. У нас теперь есть своя единственная скульптура в ЭЦИКе. Пообщались, ну, буквально я, даже солнце было такое. Я увидела, что люди, многие из них и не были. Были и подростки, например, не были в ЭЦИКе никогда. Они просто влюбились в это место. И если говорить о тех проблемах, которые тормозят деятельность общественной организации, у них тоже проблема связана с помещением. Всегда, если нужно встретиться, обсудить, если нужно участвовать в каком-то форуме, нужно платить аренду за помещение. Конечно, общественным организациям ужасно нужны помещения. Вот, например, общество поддержки Вэтсминг-Грависа, они базируются в земель-блазме, во дворце. Им хватило там места, и это очень удобно. Им повезло. Им повезло, да. А как вы думаете, это городские власти должны открывать, создавать такую инфраструктуру для того, чтобы общественная активность росла? Торман, я как раз думаю, что здесь нужен вот такой гибкий подход. Городские власти, они не могут всё. Им не принадлежит всё в этом городе. Но какие-то вот общие столы, какие-то вот договорённости, как и в нашей ситуации. Ну, хотя бы в каждом районе открыть небольшой общественный центр и позволять его в помещении, которое не принадлежит Думе. Да, да. Нужно придумывать эти формулы, потому что мы сейчас столкнулись с тем, что вот помещение, которое у нас есть, оно принадлежит железной дороге. И Дума не имеет права по закону помогать финансово. Просто потому что такой закон. Значит, нужно придумывать что-то, ну, что-то гибкое, что-то удобное. Какие-то формы сотрудничества должны быть. Кто-то столкнулся с тем, что, например, помещение в частной собственности, ну, его дают. И, может быть, на каких условиях Дума могла бы помочь, ну, хотя бы с ремонтом или с отоплением. Ну, это же при нашем климате понятно. Вот пока таких вот мостиков, помощников, к сожалению, нет. Ну, вот на сайте Рижской Думы написано, что вот они организовывают конкурсы проектов общественных организаций и даже, как бы, там, выделяют средства на это. Там нужно внимательно читать, на что финансы даются, через запятую, на что не даются. Да, как правило, на ремонтные и реставрационные работы помещения, которые не принадлежат Рижской Думе, ну, не даются. Ну, если так, Рижская Дума дальше собирается поддерживать инициативы горожан, направленные на интеграцию общества, на благо Рики. Да, про ремонт, реставрацию ничего не говорится. Ну, вот, например, праздник какой-то устроить, продумать программу, пригласить артистов, пригласить интересных людей, поставить экраны, продемонстрировать что-нибудь. Ну, то есть, вот, расходы, связанные с каким-то социально-культурным мероприятием, можно участвовать, делать, но мы же не можем под дождем это делать. Но, тем не менее, вы проводили открытие курортного сезона, я знаю, культурное мероприятие. Да, у нас есть традиция, и мы выбрали такое мудрое решение. Есть день, который всегда с хорошей погодой, по статистике. Это последняя суббота мая. Всегда все бедные студенты, ученики там уже, как могут, из последних сил доучиваются, и хорошая погода. Вот мы делаем последнюю субботу мая. Праздник, он на открытом воздухе, но все равно нам нужны помещения, например, для выставки живописи. Дождь может пойти, и все равно это должно быть в помещении сохранно. Нам все равно не хватает помещений. А все-таки считаете, что для создания такой организации нужен какой-то энтузиаст? Один или несколько? Вообще, да, нужен хотя бы один сумасшедший такой, как я. И все, с четким пониманием, что тебе это нужно, и что это будет отбирать у тебя кучу времени, и не приносить денег. А вы считаете, что для развития мест, ну, это такой маркетинг мест, очень важное значение имеет туризм. И у нас есть негласное соревнование между Юрмалой и Вецеке. Есть люди, которые говорят, вот мы принципиально в Юрмалу не ездим, мы только в Вецеке, там спокойнее. Как вы рассматриваете этот момент, и как вы работаете, может быть, вы работаете с туристическими фирмами, может быть, вы как-то способствуете привлечению туристов не только из Латвии, но и за рубежа, чтобы они приезжали. Опять же, я возвращаюсь к истоку, чтобы вести какую-то деятельность, привлекать туристов, что-то продавать, устраивать какие-то вещи, которые помогут, ну, я не знаю, ярмарки хотя бы, да, где наши бы жители могли что-то продавать. Кто-то что-то мог бы кого-то на велосипеде возить, там, как по центру Риги. Нам, условно, нужна точка отсчета. Ну, где-то хотя бы нужно спрятаться от дождя. Нам нужно помещение, иначе мне некуда приглашать людей. Они придут на море и уйдут, и, может быть, это моя такая избитая фраза, придут в бутылку пива, да, и уедут домой. А хочется, чтобы все-таки они узнали немножко больше о ВЭЦике, о том, какие там выдающиеся люди жили. И живут. И живут до сих пор. И какие художники, и врачи. А может быть, сотрудничество с местными гостиницами? Ну, у нас есть две гостиницы. Маленькие. В одну из них не попасть никогда, люди бронируют за год. А в другую, ну, честно говоря, пусть не обижаются, но туда и за деньги, и за бесплатно не хочется попасть. То есть это все начнет развиваться тогда, когда в ЭЦике будут готовы к этому. Пока люди приезжают с утра и уезжают вечером. И хотя бы поймать этот момент, чуть-чуть больше рассказать об этом месте. Вот мне кажется, с этого нужно начинать. Я сама уже провожу экскурсии, когда меня просят, и на праздниках в ЭЦике, кстати говоря, рассказываю. И, как правило, люди вообще-то почти ничего не знают об этом месте. Вот вы ремонтируете помещение, пишете письма, проводите экскурсии, книги пишете. Сколько это вообще времени отнимает такая общественная деятельность? Ну, вот я, конечно, этого не считаю. Но я понимаю, что все это такая вот медленная работа. Но, может быть, это не потому, что сама вот эта деятельность такая сложная. Потому что я это делаю одна и в свободное время. Если бы у меня был профессиональный помощник, менеджер, который там умеет ловко заполнять бланки, участие в конкурсах, знает там, как выйти на какие-то фонды, я этого ничего не знаю. Я все делаю с нуля, все делаю официальными письмами или вот так встречаешься с людьми. И они просто хотят помочь, потому что они видят, что уже очень многое сделано. И этот момент, вот то, что я обернусь назад и вижу, и знаю, сколько я уже всего сделала, это мне помогает действовать дальше, в мое свободное время, которого почти нет. А как другие жители относятся, которые не участвуют в этой активности? Ведь всегда возникает такая ревность, что вот почему кто-то выступает от нашего имени, может быть, нас не спросясь. Вот есть такое среди? Ну, вы знаете... И может быть, многих инициаторов. Я же не обязую людей приходить на наши праздники. Можно туда не приходить, и все. Но я вижу, что люди приходят всей семьей, и это так... Вот эта радость за то, что у нас что-то происходит. Да, понятно, мы можем поехать на праздник Риги в центр или куда-то еще. У нас ничего не происходит. Но здесь такая общность. И я вижу, что соседи знакомятся между собой. И потом это выливается в какую-то дружбу семейную. Наши дети знакомятся. Потому что сейчас все живут за высокими заборами в таком районе, как наш. Детям, собственно, не с кем даже играть. Но вот есть такая проблема. Я не знаю, если кому-то это не нравится, они, наверное, и не участвуют, но я, как правило, встречаю только поддержку, советовать любят очень. А вы туда пойдите, вы туда напишите. Вот, но я надеюсь, что будут люди и те, кто, может быть, захотят и научиться тоже вести такие дела общественной организации, и будет у меня какой-то помощник. Надеюсь. Может быть, вот сейчас, я знаю, что вам надо убегать. Может быть, вы бы могли дать какие-то советы людям, которые хотели бы выступить с такой инициативой, организовать общество. Может быть, у вас вот есть уже от чего их предостеречь? Ну, я могу сказать одно. Это, знаете, как, когда я говорила, все мы знаем Ирину Петерсон, которая занимается клубом деловых женщин, ассоциацией клубов деловых женщин в Латвии, и занимается очень много благотворительностью. Когда у нее спрашивают, Ирина, а вот сделать благотворительное дело, вот сколько вы на этом зарабатываете? И я вот, учась у Ирины, с ее энергией, оптимизмом и хорошими идеями, на благотворительности заработать нельзя. Вот сначала человек, которому интересно что-то делать, должен понимать, что это будет отнимать время, силы и накладывать определенную ответственность. И десять раз нужно подумать, вы хотите заработать на каком-то проекте, или вы просто хотите это делать, потому что у вас есть четкое понимание, что вы хотите, вот эти ступеньки, вы хотите делать мир там чище вокруг себя, вы хотите помочь кому-то в конкретной тематике, кто-то уходит там в медицину, кто-то в детские проекты, кто-то в образовательные. Нужно четко понимать, что будет через пять лет, а на что ты потом углянешься, это тебе нужно? Секундочку, перед вашим уходом у нас звонок. Слушаем вас. Ивона, хочу спросить, вот как вы считаете, почему вот сейчас в ЭЦИКах началось такое движение, когда люди покупают вот старые эти объекты исторические и пытаются дать им вторую жизнь? Может быть, все-таки вот ваш труд, он как-то помог возродить интерес к ЭЦИКам, к этому городскому курорту. И, ну, будущее все-таки у нас хорошее, радостное. И поднять стоимость недвижимости. Спасибо, да, ну куда ее уже дальше там поднимать, эту стоимость? Просто мне кажется, что все равно каждый выбирает свой путь, кто-то будет реставрировать, вкладывать в два раза больше денег в сам этот вот процесс, и приятно будет зайти в дом с историческим видом. Кто-то снесет до основания, да, и построит свое. Тут, я думаю, соседи разные, подходы разные, да и кошельки разные. Но мне бы хотелось, чтобы те, кто любят и ценят ВЭЦИКи как часть города, ведь не в каждом городе есть свой пляж, морской, городской пляж. Вот каждый, кто любит ВЭЦИКи, значит, априори должен любить, уважать и сохранять наследие и архитектурное в том числе. Так что тут я должна добавить через запятую, не мусорите в лицо, не разжигайте костров и уважайте вот ту самую чистоту леса, тишину ее. И даже в лесу, я сразу понимаю, идут не наши соседи, а те, кто приехали, потому что мы в лесу разговариваем тихо. Опа, золотые слова. Мы вынуждены отпустить Елону Кичимовичу, председателя организации жителей Рижского микрорайона ВЭЦИКи. Ну, и оставшееся время мы все-таки продолжим с вами разговор, дорогие радиослушатели, по поводу активности, городской активности, активности горожан, как вы к этому относитесь и что мешает вам лично принять участие в такого рода объединениях по телефону 67-212-93-9 и 67-213-93-9. Я просто скажу огромное спасибо коллегам, Мише Армену и побежала. Всех приглашаю в ЭЦИКи. Спасибо. Спасибо большое. И вот, кстати, хочу напомнить в связи с этим слова нашего мэра Нила Владимировича Шакова, который я вычитал на сайте riga.lv. Он пишет следующее. «Каждый из рижан может внести свой вклад в развитие Риги. Для этого только и нужно не ворчать, не сетовать, а проявлять инициативу. Важно, чтобы люди относились к своему городу как к своему дому. Многие рижане эту простую истину уже усвоили, создав общество жителей своих районов». Вот так вот. Да, я вот недавно был на интересной презентации, которую вела представитель района Берлина. Если я не ошибаюсь, он называется Нюкхольм. Так вот фонетически. И там тоже очень интересный опыт. Район был депрессивным, много опустевших зданий. И там происходил такой замкнутый процесс. Первые этажи зданий пустуют, соответственно, цены на недвижимость падают, люди уезжают. И соседи вот этих пустующих магазинчиков, они начинают тоже съезжать, потому что люди не хотят приходить на улицу, где пустые витрины. И этот процесс идет все вглубь и вглубь. И постепенно улицы пустеют, на них становится опасно. Но мы вот наблюдаем, в Риге у нас тоже есть такие места, где вот очень много пустующих первых этажей. Они объединились в организацию. Причем это были жители именно этого района, они не пришли со стороны. Они объединились в организацию. Там примерно шесть человек и получили грант, который им нужен был для того, чтобы вести это делопроизводство и просто этим делом заниматься, уделять ему время. И у них была интересная концепция. Они приходили к владельцам недвижимости и уговаривали тех сдать свои кафе и свои помещения бесплатно представителям так называемой новой экономики. То есть вот разным творческим людям, которые открывают магазинчики маленькие, парикмахерские такие своеобразные. И в чем тут вообще их посредническая деятельность заключалась? Потому что они, эти владельцы недвижимости, они не понимали тех людей, кому они, собственно, сдавали. Они привыкли к таким традиционным бизнесам. А когда к ним приходили вот эти все волосатые молодые люди, они их не понимали. Хипстеры, да. Они их не понимали. И, соответственно, вот эта организация, она выступила таким посредником. Она и этих хипстеров готовила. Может быть, их там даже где-то стригла втихаря. И приводила к ним толпами. То есть буквально они приводили на один объект 50 человек, которые проходили, говорили, о, я хочу вот это. И после этого они проводили такой кастинг из потенциальных нанимателей. И предлагали их вот этим владельцам недвижимости. В чем идея? И почему это сработало? В общем, сработало очень быстро. То, как она рассказывала, там буквально за пять лет район преобразился. Владелец недвижимости давал помещение бесплатно. Но зато у него начинал гореть свет в этом месте. У него появлялись люди. И, соответственно, рядом уже тоже кто-то появлялся. И на улице начинала вот эта жизнь теплиться. Там были разные схемы, как они это сдавали. То есть были такие условия, когда по первому требованию, например, эти съезжали. Если появлялся более серьезный арендатор. Или же, когда владелец уже сдал свое помещение, но срок сдачи начинался через полгода. Тогда вот на эти полгода он вселял кого-то из этих молодых, из так называемой новой экономики. И дело пошло. То есть эти помещения начали заполняться. Цена недвижимости начала расти. И те цифры, которые она приводит, что за пять лет там цена недвижимости выросла в два с половиной раза. И главное, что этот район превратился в туристический район. То есть вот здесь хипстерский квартал, аналог которого мы можем видеть в регионе улицы Мейера. Там тоже как бы уже даже международный признанный хипстерский квартал, который упоминается в путеводителях. Да, что-то подобное, что-то подобное. Но при этом постепенно этот хипстерский квартал заменяется уже более серьезными местами. То есть как только более серьезные арендаторы видят, что в этом месте есть жизнь, туда ходят люди, они уже снимают, открывают. Но можем ли мы на случай говорить об общественной организации? О чем вот повещана сегодняшняя наша передача? Организация местных жителей. Да, это была организация местных жителей, потому что они жили там, это были местные жители. Они делали это на общественных началах, то есть они не зарабатывали на этом. Единственное, что они получали финансирование. Но как мы видим в примере с Вецеки, тут уж без этого не поменялись. Но мы знаем также, что кроме общества Вецеки, у нас есть также в городе Ассоциация развития Латгайского предместия, Общество развития Восемилгрависа, тоже общественные организации, которые действуют, устраивают субботники, различные культурные мероприятия. И, кстати, общество жителей Луцевсалы, которые выступали не так давно с протестами, тоже объединились, хотя бы в протесте. То есть какие-то примеры положительного объединения, известные широко жители города у нас есть, и, в принципе, это хорошо. Ну вот та же Республика Улицемера, которая, сложно сказать, насколько это общество, это надо еще уточнить, но они имеют свой сайт, и это коммерсанты, они друг друга поддерживают во всем, они обеспечивают общую такую маркетинговую поддержку. И плюс еще они делают же всякие концепции развития своего района, то есть у них была очень интересная инсталляция, где они там велодорожку выстроили, показали, как все это будет визуально. То есть примеры общественной активности горожан, объединенных у нас есть в городе? Они есть, да, хотя, конечно, наверное, они не столь многочисленные. Хочется, чтобы их было больше, чтобы всем повезло и с финансированием, и с помещениями, а на этом наш сегодняшний выпуск программы «Город для людей» подходит к концу, ее вели Армен Халатян и Михаил Губин. Спасибо всем, до встречи через неделю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.